Так как маржа в кофе очень большая, вообще миллион, просто процентов, это уголовно наказуемое дело. Волосы дыбом на голове стоят, я когда-то думал, я бы ни за что не полез бы туда. Ну реально страшно. Людей просто тьма, город 20 миллионов. Они больше пьют кофе, чем у нас в Украине. Они очень много пьют кофе, потому что в Эфиопии около 10 тысяч вариаций кофе. Всем привет, мы на канале Кофейный Блог, и сегодня у нас опять будни обжарщика. Сегодня мы узнаем, как уникальный кофе попадает в Украину. Мы приехали в гости к компании Fast Coffee Mission, в их кофейный хаб. Алексей, привет. Я узнал, что, ну я не узнал, я знал, что ты только вернулся с Эфиопии. Расскажи, что вы там делали, зачем вы туда ездили, и что ожидать в ассортименте Fast Coffee Mission? Привет всем. Мы в этом году первый раз поехали в Эфиопию и знакомились с фермерами, непосредственно с компаниями, которые продают зеленое зерно в страны Европы, Америки. Раньше мы работали с компаниями больше по сэмплам, то есть нам присылали пришипмент сэмпл, мы капили кофе, выбирали себе. Но мы хотим развиваться, и хотим развивать Африку тоже для Украины, так как в Эфиопии, как оказалось, очень многогранна, есть очень разный кофе. Каждый капинг был разный, весь кофе, хоть мы и капили образно, образцы Седама, или Иргачиф, или Гуджи, Кафа, то везде был кофе разный. Сколько вы ферм посетили за ваш визит в Эфиопию? Мы на ферме в этот раз не успели, к сожалению, потому что в основном ехать нужно от 8 до 10 часов от Адис-Абеба. Мы приехали непосредственно в Адис-Абебу, чтобы познакомиться с теми компаниями, с которыми у нас уже есть контакт, и мы с ними знакомились то на выставках, то Диме писали ребята. Опять же, как оказалось, мы приехали в Эфиопию, нам еще ребята из Украины написали, что у них есть друзья, какие-то фермеры, мы с ними тоже встречались, они нам сэмплы передавали, мы тут уже в Украине капили, потому что на всех времени просто не хватало. Пять дней, как оказалось, очень мало. Первая проблема – это передвижение, у них очень сложный трафик, то есть в день невозможно провести больше двух встреч, так как у тебя долгие переезды, ну и опять же, как знакомство с компанией, ребята хотят услышать о нас, мы хотим услышать о компании, они показывали там фотографии, приглашали все к себе на фермы, на станции обработки. Мы попали только на две станции обработки, они более развиты в плане оборудования, чем Центральная Америка, то есть у них у всех есть фотосепараторы, у некоторых компаний, которые побольше, у них вплоть до того, что мытый кофе обрабатывается на одной станции, то есть рядышком стоит еще одна большая линия, обрабатывается натуральный кофе, и плюс после этого у них еще отбирают дефекты вручную, как Great 1 отбирают вручную дефекты, и только тогда уже пакуются в сами мешки. Но в этот раз мы попали и капели больше спешлти, оказалось, что, опять же, спешлти это Great 1, Great 2, все зависит от дефектов, ну и понятно от вкуса, конечно. Оказывается, как и везде, любой рынок, все хотят продать кофе как спешлти, но наша задача уже определить, где лучше кофе, где хуже, и уже определить ему цену, и уже там привезти в Украину хороший кофе за нормальные цены. Плюс нашли несколько интересных компаний, которые могут давать хорошее качество по коммерческому кофе. Мы, конечно, не будем везти Джиму Пятую, потому что один раз попали на Капинг, когда капили Джиму Пятую, то это было, конечно... Заполнилась на долго, да? Да, это было незабываемо. Следующие четыре чашки натуры, они просто были никакие, потом приходилось возвращаться, потому что у тебя вкус... Обнурился. ...гнили, да, и всего остального во рту надо было обнулиться, да, немножко. Но в целом очень интересная страна, интересные ребята, то есть со всеми классно общаться, все открытые, но были такие факапы, компании, можно сказать, пробивали нас, ставили нам на стол изначально не очень хорошего качества кофе или супер плохо пожарен кофе, и смотрели на нашу реакцию, как мы капим, что мы делаем. То есть после этого ребятики на второй стол уже ставили, доставали там с подполы какие-то лоты, вот, но с такими компаниями нам неинтересно работать, то есть если они не заинтересованы, мы как бы описали все, рассказали кто мы, что мы, они видели наши сайты и наш ассортимент, как бы, ну, ребятам не интересно. Попытались продать то, что у них зависает. Да, это видно, что это такие компании коммерческие, там очень много таких людей, то есть уже более взрослого, ну, то есть более взрослые, да, там немолодые ребята, с которыми нам было очень интересно общаться, и они прям четко вставили на стол все то, что подходит, они там готовы были пережаривать кофе, там вплоть до там, давайте сейчас станем, пережарим кофе, мы с вами, давайте мы вас сразу повезем на станцию обработки, завтра давайте на фермы, а эти ребятики такие, типа смотрят на нас, и ты, ну, сейчас я на тюбках, да, что вы там сейчас покапите, мы чуть-чуть раскидали, там, в плане, там, даже тех же дефектов, они все ставят как Great 1, Гуджи, ну, то есть там, как бы, по идее, должен быть очень интересный кофе, мы капим там, пережарено все, невозможно даже оценить энзимную часть, то есть, и они такие, типа смотрят, типа, все же нормально, а потом мы отставляем чашки, там, тут дефект, там, еще что-то, и потом уже на следующий стол уже было совсем все по-другому, больше десятка компаний мы успели посетить, и те компании, которые там не успели, мы там, да, или они не успели с нами встретиться, мы забрали образцы и жарили уже здесь, в Украине, и капили, то мы для себя определили уже, с кем интересно общаться, с кем будем дальше развивать отношения, а с кем, скорее всего, возможно, с Димой, когда поедем, будет больше времени, поедем, пообщаемся, но не интересно, в принципе, с такими компаниями работать, так что, вот это так, вкратце, про Эфиопию выбрали. Это первый ваш визит в Эфиопию? Да, 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 это наш первый визит, мы большие планы ставим на Эфиопию, так как, к сожалению, Никарагуа отваливается в этом году, и мы не сможем привезти кофе из Никарагуа, поэтому мы будем теперь больше развивать Колумбию и Эфиопию, но опять же не останавливаемся, общаемся с разными другими странами и, возможно, добавим еще какие-то, то есть, тем более, у нас еще Боливия на подъезде. Есть моменты, первый раз, когда везешь страну, ты начинаешь завязывать отношения, многие не понимают, для чего нужно столько документов, для того, чтобы растаможить кофе, то есть, нам для Украины нужен большой пакет документов, для того, чтобы привезти этот кофе, ну и вплоть до того, что оплаты из Украины очень сложно уходят за границу, мы вот Боливию уже не можем оплатить некоторые там несколько недель, так как возвращаются платежи, вот, так что, ну, есть некие моменты, поэтому это не то, что мы хотим долго Боливию везем, потому что мы, например, что-то не понимаем, нет, это не так, просто нужно, как говорится, первый раз круг пройти, а там уже дальше, конечно, легче идет, уже по накатанной, ребята уже понимают, что делают. Насколько важно кьюгрейдеры иметь в таких поездках, чтобы там не обманывали, насколько опыт должен быть большой, чтобы... в любом случае, надо ехать с опытом, потому что, ну, тебе могут вот так вот впарить кофе. Кто с тобой еще ездил в Эфиопию? У нас, у нас, никто с нами из кьюгрейдеров не ездил, но ездили обжарщики, Леша Федоровский, он обжарщик, и он, как бы, прошел очень большой путь от Бориста до обжарщика, и Владимоненко, он тоже, вот, компании Фунт Кофе, тоже с большим опытом, и в каппингах, он в Центральную Америку ездил, сам делал ферментации, то есть, он понимает генетику кофе, и как отбирать кофе, когда он супер свежий, когда он пережаренный, когда он недожаренный, потому что, в основном, они в обжарку не попадают никогда, то есть, когда супер свежий кофе, у него совсем другая кислотность, нужно понимать потенциал, то есть, развьется этот кофе или нет, потому что, отбор зеленого зерна, это всегда рулетка, то есть, ты можешь выбрать лот, он тебе супер нравится, он приезжает в Украину, а он упал во вкусе, то есть, он не очень хорошего было, генетика, то есть, кофе сработало, да, и вкус кофе провалился, и трейдера, для трейдера, это проблема, ну, и плюс, если ты делаешь какие-то обработки, особенно, на ребной ферментации, много влияет на этот кофе, и погода, вплоть до того, что, когда кофе отдыхает, лежит на патио, не на патио, когда уже в мешках лежит, отдыхает на складах, вот, у нас было такое, что несколько лотов стали фенольными, из-за того, что, например, в Гондурасе было очень много дождей, влага большая, то есть, кофе, еще, как говорится, не остановился, да, начал дальше трансформироваться, и вкусы перешли в более кислотные, и стали фенольными эти лоты, отследить это не всегда получается, и вот в этом году получилось так, что Дима не смог завершить поездку, прокапить последние разы эти лоты, которые мы выбрали, из-за того, что локдаун был, он остался в Никарагуа, и не смог посетить обратно Сальвадор, Гондурас, то у нас были факапы в некоторых лотах, которые мы сразу же убрали из прайса, вот, но бывают такие, вот эта проблема именно зеленчиков, да, которая может быть, конечно, если ты покупаешь просто мытый, или там натуральный кофе, то у тебя могут быть, таких проблем и не возникнуть, но часто бывает вот с такими, всякими ферментациями, более сложными обработками, как правило, как раз более дорогие, то есть там все на ошибки, очень большая, да, скажи, ты уже как-то вот сказал, что в Эфиопии станции обработки заряжены там хорошим оборудованием, если сравнить Центральную Америку, Эфиопию, как себя чувствуют фермеры Эфиопии, ну, по сравнению с Центральной Америкой, насколько им легче в этом деле, или наоборот, там, больше сложностей, там, есть ли какая-то помощь от государства, там, которая, не знаю, может, содействует в развитии спешлоте кофе, или наоборот, там, у них там куча нюансов, которые, ну, мешают. В Эфиопии, во-первых, государство регулирует цену, то есть, ты можешь захотеть продать, например, кофе, как грейд 1, за 2 доллара, но ты его не продашь, потому что, есть минимальная цена, которая определяет государство, и ты не можешь продать ниже, то есть, тебе нужно тогда делать, или грейд 2, или грейд 3, то есть, да, и падать в качестве, как бы, фермерам в Эфиопии тоже никто, я думаю, не помогает, мы напрямую с фермерами общались мало, в основном общались с компаниями, которые имеют свои станции обработки, и работают с фермерами в этом округе, то есть, фермеры сдают кофе, и они там уже делают обработку, и продают этот кофе, я думаю, фермерам там вряд ли кто-то помогает, и с этим компаниям тоже не особо помогают, большая проблема того, что все-таки Африка, это образно села, большие села, да, у которых там, я не помню, сколько гектар, но нам сказали в ассоциации, мы были в ассоциации эфиопских фермеров, нам сказали, что у ребят всего лишь 46% территории только освоено, то есть, они если захотят увеличить свой урожай, то есть, и обработать все еще 54% своей территории, то они могут выйти спокойно на первое место, но, как сказали, первое место в спешлти кофе, или в принципе в Радике? у них сейчас в спешлти, мы узнавали статистику по поводу спешлти, у них спешлти продается 22%, все остальное это коммерческий кофе, коммерческий кофе у них уже идет от грейда 3, грейд 4, грейд 3 и грейд 5, то есть, ну, в основном грейд 5, конечно, вот эта джима, то есть, ее продается очень много, и покупают этот кофе ни капля его, ну, никто не пробует этот кофе, просто покупают, как звонят, говорят компании, алло, там надо какой-то кофе, сколько, да, столько-то цена такая-то, все, ну, типа покупаем. Четвертый грейд есть хороший кофе, потому что, как показала практика, многие говорят, что четвертый грейд, это очень низкого качества кофе, мы капили очень нормальный кофан, и было не так много квакеров, понятное дело, что сейчас, когда мы уже привезем этот кофе, как раз посмотрим, потому что то, что в сэмплах, не всегда бывает то, что в мешках, поэтому нам самое главное, чтобы в мешках приехало то, как в мешках приехало. Это зависит от порядочности, от порядочности, конечно, есть много компаний в Эфиопии, которые продают, как говорится, как в последний раз, продали, ну, и ладно, да, там, завтра придет, не придет, ничего страшного, у меня другой придет, купит, вот такая вот история. По поводу, как себя чувствуют фермеры, ну, Эфиопия намного легче себя чувствует, потому что, первое, у них хоть высоты, то есть у них высокогорный кофе, да, тоже, но у них более пологие спуски, намного легче собирать этот кофе. В Центральной Америке у тебя бывает такое, что склоны, там, чуть ли не под 45 градусов идет склон, тебе нужно на этом склоне собрать ягоду, снести ее вниз, и там, потом уже обрабатывать и все такое. Ну, и плюс, пообщавшись с вот этой ассоциацией, мы спрашивали у них как раз тоже этот вопрос по поводу, как вообще у вас с качеством кофе, то есть там, как ребята определяют, как они думают, что и как там, да, что с этим кофе делать. Нам объяснили это так, мы, говорит, не переживаем по поводу там нашего кофе, говорит, мы можем его собрать, прийти, с ним что-то случилось, он сгнил или там еще что-то, мы выбросим, пойдем в лес и возьмем новый, то есть для нас не проблема, вот, в Центральной Америке так тебе никто не скажет, они там за каждую ягоду переживают, как за, не знаю, что, когда ребята приезжали в Центральную Америку и собирали сами зерно, потом приезжали в Украину и своим баристам объясняли, что ребята, 200 грамм смолоть кофе, вы пойдите, соберите эти 200 грамм, то есть это очень сложно, да, поэтому, так же само вот и Центральные Американцы, все вот, когда говорят, что там нам на смол надо, там на помол в день, там килограмм, например, они там в шоке, потому что это столько ягод, они понимают, сколько труда, который просто выбрасывается, но для них это непонятно, вот, ну в Эфиопии, я говорю, чуть другая история, ну, опять же, вот мы статистику спрашивали, там, по поводу Европы, в Европу в том году, в Германию именно было отгружено, около 35 тысяч тонн зерна, из них около 90% это джима 5, ну, то есть мы понимаем, что вот эти вот компании огромные, которые жарят в Италии, в Испании, там еще где-то, они используют вот эту джиму 5, которую покупают напрямую, темная обжарочка, темная обжарочка, второй крак, и все нормально, и медицина ушла. Кофе без кислиночки. Да, да. А вы пили кофе в Эфиопии? Вот так вот, какие там кофе, никак, эфиопцы пьют у себя сами кофе, остается ли для них что-то интересное, или все на экспорт, а себе уже что останется? У них интересно, очень это нам рассказывали тоже послы, о том, что у них кофе на их рынке, продают им же дороже, чем продается на экспорт. Так. Да, то есть у них низкокачественный кофе, это 100%, даже если это хорошая кофейня, нас ребята водили в одну кофейню, в которой очень хорошие завтраки, они супер быстро готовят, то есть вот Влад и Леша, они же понимают, что такое бар, они смотрели как бы за ребятами, что супер чисто все, они там все убирают, все чистят, очень быстро работают, там нормально молоко взбивают, там то-то-то, но кофе очень низкого качества, мы пили с молоком, мы не рискнули пить эспрессо, нам сказали, что не надо, ну типа, ну да, в этой кофейне, это не до такого, как третья волна, там еще что-то, там не спешлки кофейни, нормальная эспрессо машина, у них там несколько бункеров стоит, как бы, но в основном кофе очень низкого качества. А в целом, там кинем местные или приезжие? В основном те, которые бизнесмены, то есть это бизнес-центр, там есть разные районы такие, да, в основном ты выходишь в такой кофейне, и ты видишь, как на улице вот предприниматель пришел со стулом, сел, поставил горелку, сковородку, и сидит, жарит тебе кофе, ладно. Это вот те кофе-поинты, которые у вас в сторисах были, там где сядут девушки-бористы, них кувшин, камнем смалывают зерно, там не пробуют. Душман там очень интересный, там вообще в принципе такой воздух как бы чуть отличается от нашего, то есть в начале было тяжело, мы первые два дня адаптировались, так было тяжко, голова постоянно в каком-то помутнении, там высота 2400 в Адис-Абебе, ну то есть у тебя в любом случае разница очень большая идет. Ну и что, все в основном эфиопы пьют там кофе, потому что он там стоит недорого относительно, да, и все пьют его в основном, это как национальность, по-национальному у них так, да, они поджигают ладан, вот эти вот всякие ароматы, ароматизированные какие-то палочки, сумасшедшие вонючие, плюс вот этот кофе обжаренный на сковородке, там где маслянистость уже такая, что это все вот-вот загорится, уже неприятный запах, такой очень насыщенный такой, ну и попкорн, как бы вот у них кофе попкорн, и они сидят общаются, или там стоят общаются, потому что кофе поинты, вот эти вот... То есть попкорн как закуска кофе? Я думал дескриптер. Как взрывается штука, да? Ну да, ну то есть они берут и там попкорн жарят, у них такая типа как тарелка, то есть там этот попкорн, ты берешь, пьешь кофе, там раз там попкорн кушаешь, вот, и они общаются, у людей просто тьма, ты вот просыпаешься, там 6,5-7, а они уже куда-то идут, вот у них прям с утра они встали и идут куда-то, и там до 7-8, то есть... Они больше пьют кофе, чем у нас в Украине? Они очень много пьют кофе, и там у них нету такого, что какая-то прибитая точка, потому что этих точек просто миллион, в каждом отеле тебе жарят кофе, у них вплоть до того, что даже в торговом центре мы приезжали на Каппинг к ребятам в бизнес-центр, то есть ты заходишь вовнутрь, и там сидит женщина, да, она не на костре это делает, ну там на углях, как бы как для кальяна угли, она вот эта там тарелка такая металлическая, она вот это вот жарит кофе на этой тарелке, вот, и ребята вокруг сидят, на таких как подушках, ну типа двигали, выглядит это очень так нормально, но вот этот запах, конечно, это жесть, но ребята привыкшие, поэтому нам было сложно, потому что мы не привыкли к этому всему, они в основном черный кофе пьют, или только черный кофе? да, 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 молочка у них мало, в основном я жарю в бизнес-центрах, я видел, что-то, где кофейня, вот как мы, мы или были там, но мы там кофе вообще даже не заказывали, вот тот, который обжаренный у них прямо на сковороде, как мне за вопрос? У нас даже времени не было на это все глянуть, вот, потому что, если честно, только белые подходят, от нас просто глаз не отводят, постоянно что-то кто-то хочет что-то сказать, и мы были немножко заняты, как бы все-таки не рискнули, как бы сами ходить, подходить к ребятам, то есть там что-то спрашивать, потому что в основном они еще никто на английском не говорят, и приходится там что-то на ломаном, типа там руками показывать, там что-то как-то, вот, с ребятами, с эфиопами мы ходили только по тем заведениям, которые они там говорили, что туда можно, да, к европейцам, типа нормально, там более или менее, вот, но еда очень такая специфическая, очень острая, так как мы втроем не едим острую еду, ну, нам было сложно, как вы, поэтому мы ели только там, или где-то в итальянских ресторанах, вот, или, ну, надо, надо как бы знать проверенные места, вот турецкую еду мы заходили тоже, кушали нормально. В итальянских ресторанах там какой кофе готовят? Мы такого не видели, ну, мы не видели в вегетарианских, не, в итальянских ресторанах, в итальянских, как готовят кофе-то? Кофе мы там даже не пили, мы старались, все то, что они заваривают на своей воде, или, там, соки, или воды какие-то там, то есть старались этого не пить, только сбутылированную, потому что, знаем всякие моменты, что могут просто, у нас организм непривыкший, может просто не справиться, так как мы там были всего 5 дней, то у нас вариантов, и так, ребята, ребята в последний день повыпадали, потому что мы даже не поняли, чем, кто отравился, вот, но ребятам было плохо, и восстанавливались перед самолетом, потому что у нас вылет, вот, Лешу отпустило, а вот Владику было плохо, и мы даже не можем понять, типа, в чем, вроде как бы кушали, все нормально, вместе все ели, одно и то же, ну, возможно, возможно, может молоко, то есть мы же капучино попробовали, в кофейне, возможно молоко, но опять же, не буду ничего говорить, были как бы, на это. Стоит посмотреть однозначно, во-первых, Адис-Абеба сейчас очень развивается, то есть там за последние 10 лет построили уже и высотки, там потихоньку чистят улицы, то есть передвигают вот этот вот народ, который не особо там любитель работать, я так понимаю, а приехали в Адис-Абебу просто жить, да, там их потихоньку сдвигают, но такой колорит, вот рядом стоит высотка строится, а рядом у тебя там трущобы, такие там люди живут там, ну, образно, в металлических всяких, да, они все жарят кофе, ты идешь вот так вот по улице, я просто не особо хотел снимать, потому что... Такая страна обжарщиков, да? Да, они, ну, так могут воспринять это не очень адекватно, знаешь, типа идти снимать, ну, вот реально стоят ларьки-ларьки-ларьки, и везде жарят кофе, везде. У нас послые, мы когда уже с ними общались, они в конце говорят, мы говорим, что так рано ребята там ложатся спать, то есть там 8-9 вечера, людей уже очень мало на улицах, то есть какая-то ночная жизнь, говорит, не, она как бы есть, но такая семья, не очень, а еще, говорит, здесь гиены, говорит, гуляют по городу, типа, да, ну, типа не прям в центре, ну, там более по окраинам, то есть гиены гуляют, то есть, поэтому, говорит, надо быть аккуратным, двери закрывать, говорит, ну, говорит, ну, да, мы как-то были там в ресторане, в одном, а там получается в Адис-Абебе сразу такая гора, есть там такая здоровая, и там прямо на вершине есть ресторан какой-то, она говорит, мы там с друзьями, говорит, гуляли в ресторане, и вечером идем к машине, говорит, перед нами две гиены так переходят, мы такие, типа, сначала подумали собаки, но что-то как-то сильно большие, машину, говорит, оттекать оттуда, ну, вот они уже прожили там, Александр там прожил уже пять лет, как бы, а там его жена приехала, она три года живет, ну, она говорит, да, уже, как бы хочется уже максимально, летом уже переезжают обратно в Украину, пять лет, я так понимаю, и меняется посол, то есть там, ну, все равно, что-то Украина туда продает, мы туда там и пшеницу, и металл, там еще что-то, то есть они же строятся, китайцы там сейчас заливают деньги в город, вот, не знаю, что они там, что они там интересно, вот, но вот эти вот домики строят, там всякие бизнес-центры, ну, все интересно. По результатам вашей поездки, что в вашем ассортименте должно появиться, может, какой-то анонс расскажешь, и когда ожидать? Это спешлти будет, Грейт 1, Грейт 2, там и натуральные обработки, и мы-то и будут, плюс везем Грейт 4, и ждем еще от ребят, они не успели еще обработать некоторые кофе, и они должны нам еще сэмплы дослать, чтобы мы, то есть добили, как бы, ассортимент, вот, и это будут регионы и Гуджи, и Седама, и Иргачев, Кафа, тоже для нас, как бы, открылся, это такой более лесной район Эфиопии, тоже открылся для нас интересным, интересным кофе, да, но сейчас ждем от ребят какой-то ответ, так как они, там, пару сэмплов только смогли оставить, у них кофе тоже не обработан, вот, ждем сейчас от них дальнейших, как бы, ответы, и что нам делать с них, то есть обращать внимание на их кофе, что мы будем с ними работать в этом году, или уже на следующий год, когда мы поедем, что они нас ждут, и это как раз фермеры, то есть это чисто напрямую от фермера, очень интересная там дама. То есть в основном будет спешлти, но и... премиальный кофе, премиальный кофе тоже привезем, потому что мы понимаем, как бы, что масс-маркет в любом случае, в основном-то используется, премиальный и коммерческий кофе, но не любим говорить слово коммерческий, это неправильно, Q-кофе, тут quality кофе, да, это great 4, будет Sedama, вот. А примерно по срокам сориентируешь, когда вот ожидать поступления? Мы хотим постараться в течение двух-трех месяцев уже здесь его получить, опять же, будем работать первый раз с ребятами. То есть где-то к июню можно рассчитывать на какие-то? Однозначно, ну, я думаю, что может даже и раньше. Первые контейнеры, то есть мы получим раньше, потому что там уже какой-то кофе мы забронировали уже там на контейнер, там на два, я уже не помню, то есть уже кофе и будет. Плюс мы еще для себя открыли Эфиопию в плане экспериментов, то есть ребята начали делать тоже экспериментальный кофе, ферментации, то есть посмотрев на то, как они это делают, то есть нужно там кое-что корректировать, но об этом мы договорились уже в следующем году, что будем там приезжать и делать корректировки, они все открыты, готовы, говорят, типа, все вам предоставим, что возможно от нас, то есть какие-то штуки. В принципе, наши ребята еще готовы и могут подучить также индивидуальных специалистов, как правильно ферментировать кофе. Если сравнить с Центральной Америкой, в плане экспериментов с кофе, какой регион больше все-таки проделал путь в этом направлении? Ну, у нас как Сальвадор и Гондурас, в принципе, это те страны, которые больше всего, в принципе, интересуют обработки, они увидели в этом сенс, увидели, что миру это понравилось, и они стараются уже сделать лоты большими, как бы, для Центральной Америки. Но опять же мы определили, вот как для Эфиопии, капель кофе в спешлти, и спрашиваем у ребят, какие у вас остатки? То есть мы понимаем, что когда ты спешлти обрабатываешь, что ты более узким, как бы, кругом, да, там узкое, направление, у нас ребята обрабатывают там 6-10, ну максимум 20 мешков, то есть там в лоте может быть, да. Ребята обрабатывают 3000 мешков в Эфиопии, то есть мы спрашиваем, как вы добиваетесь этого качества? То есть, да, они смешивают, во-первых, сорта, чаще всего, это везде у них там хайрлум, вот, но мало кто из компаний может тебе предоставить, какие из вариаций, потому что в Эфиопии около 10 тысяч вариаций кофе, то есть вот эти все, С, там 100 какой-то там, ну и тому подобное, поэтому проследить, проследить, как бы, какой кофе с какой финки чаще всего очень сложно. Бывает такое, что у них типа микро лот, ну то есть не микро лот, это неправильно, наверное, сказать, у них типа лот небольшой спешл, это там 600 мешков, ну это два контейнера, да, но они начали делать ферментацию, я же говорю, что ферментацию, они поняли, что это такой типа хайповый кофе, на котором можно заработать деньги, они его делают немного, 600 килограмм, 800 килограмм, вот, и там цена существенно отличается от Центральной Америки, но опять же, это пока только при первом общении, то есть дальше посмотрим, как они это будут все определять, потому что в принципе анаэробика, почему всегда анаэробик дороже, потому что ты больше работы проделываешь, то есть тебе, как ты натуру спешлти просто положил, она сохнет, потом выбрал дефекты и все, а здесь тебе нужно засыпать в чаны, да, тебе нужна территория, тебе нужно время, тебе посмотреть за этим всем, влажность проверять, там, то есть там, да, сахара, там, то, все, и когда ты этот анаэробик уже там обрабатываешь, у тебя идет больше дефектов, то есть получается там, с тонны у тебя там будет уже там меньше, как бы кофе, да, ну и плюс, понятное дело, что есть вот этот вот возможность, риск того, что кофе может переферментироваться и уйти в фенол, то есть, да, потому что ты там определяешь, что опять идти в лес, забирать новый кофе, но, к сожалению, для Центральной Америки, я же говорю, это сложно. Не мысли его как. Какие страны Африк вам еще интересны и планируете вы там в следующем году опять посетить Африку, может там, не знаю, там, Кению, может еще что-то? Однозначно. Мы сейчас еще общаемся там с компаниями, которые там в Сискинии, Уганда, Роланда, то есть в любом случае мы планируем расширять, да, но не хотим, как бы покупать кофе по сэмплам каким-то или еще что-то, мы хотим максимально самостоятельно туда попадать. Привозить кофе, вот как это, контейнер, потому что новое, потому что это там, не знаю. Минимально контейнер, и невозможно привезти из разных стран, привезти какой-то сборный контейнер. Всегда привозится контейнер с каждой страны, так как даже, ну, тоже в Африке та же самая история, ты не можешь из Афиопии привезти кофе в Кению. Это уголовно наказуемое дело, так же самое в Центральной Америке, потому что ты можешь завести какую-то заразу, то есть, да, там, или еще что-то, что может твой урожай потом погибнуть или еще что-то. То есть вот эти вот все штуки. В основном только через море. Все делается через океаны. Сколько примерно времени от закрытия контейнера до того, когда ты его в Одессе открываешь? Эфиопия быстрее плывет, ну, то есть Африка в любом случае быстрее. Нам где-то надо 2,5-3 недели максимуму, то есть, ну, контейнер уже в Одессе. Если Центральная Америка 4-5 недель, вот, потом, 4 недели это максимально нормально, 5 недель это когда чуть задерживается, чаще всего бывает из-за, как говорится, пробок в море. Бывает такое, что через пролив там долго плывет или еще что-то. Но стараемся все-таки сузить вот этот вот круг и быстрее привозить кофе. Ну, в любом случае, у вас весь кофе в мешках Грайн-Про, и, ну, это сказывается на его сохранности. И просто, я даже не понимаю, как можно везти морем кофе в обычных жутких мешках и при этом рассчитывать, что там... Да, есть... Сохранится то, что ты на каппинге пробовал на самой фирме. 100%. При том, что мы с компанией, когда работаем, мы стараемся прописывать даже в контракте, что наш контейнер должен находиться не наверху всех этих контейнеров, он должен находиться в середине и не внизу, то есть, чтобы максимально не попадала влага, да, там, или солнце, потому что бывают перепады днем и ночью, очень большие, и для того, что это очень плохо для кофе. То есть, получается, остальные контейнеры, они как термос вокруг вашего... Ну, образно, да. Сохраняют даже? Но, к сожалению, это очень сложно проследить, поэтому могут быть факапы, но, опять же, у нас застрахован весь кофе, мы в этом плане стараемся себя обезопасить полностью. Ну и плюс, опять же, приезжает контейнер, вот по поводу Грайн-Про, в Грайн-Про надо однозначно везти даже коммерческий кофе, так как у тебя не попадает никакая влага, то есть, в контейнере бывают разные температуры, и бывает такое, что могут даже контейнеры приезжать, ты открываешь дверь, а у тебя там просто пар выходит из контейнера, то есть, это закрытая такая... Как консервная банка, по сути, там запечатали, и этот воздух, он... Сто процентов, сто процентов. То есть, везти кофе в рефрижераторах, это в холодильниках, ну, очень дорого, и невыгодно вообще никак, то есть, кофе будет просто золотым, стоит. Везется в основном в контейнерах, то есть, мы там определенным... Бумага должна присутствовать в любом случае, чтобы максимально убрать влагу, и там специальные такие приспособления, которые максимально себя влагу, типа, принимают, даже если она есть. Ну, и это не всегда помогает. Влажность бывает очень разная. Все из-за температур, перепада температур. Бывает такое, что там у нас в Одессе, там, например, какие-то страны всегда светятся красным, ну, то есть, на досмотр имеется в виду, то есть, контейнер. Он еще едет в пути, а он уже светится, что он на досмотр. То есть, это Колумбия в основном, у нас там Гватемала, то есть, они ищут там наркотики образно, да. И у нас останавливается контейнер, там, 3-4 дня он в порту стоит, они досматривают, открывают контейнер, присматривают мешки, все обратно складывают, он стоит под солнцем, то есть, ты потом привозишь его уже в Киев, то есть, мы там на склад ложим. Мы стараемся заморачиваться со складом, потому что это тоже не такая, очень большой процент успеха. Можно выбрать классный кофе, договориться, проплатить, хорошо запечатать, комфортно его для кофе, привезти в Украину, а потом просто, ну, запороть его уже, сохраняя неправильно на складе. 100%. Поэтому кофе должен быть в любом случае какая-то вентиляция, у него должна быть влажность, там, не должна быть больше 70%, не должна быть температура сильно высокая, сильно низкая, да, там тоже от 5 до 25 градусов. Какого класса должен быть склад? Мы сохраняемся на складе класса А, европейского образца склады, где есть датчики влаги, датчики температуры, то есть, они поддерживают температуру, даже если сильно холодно, у них там ниже 5 градусов не падает, никогда вообще на складе. Ну, мы с этим заморачиваемся, поэтому даже кофе, который лежит больше года, ты открываешь, и с ним все хорошо. Если генетика кофе сильная, то этот кофе не пропадает, не умирает. Ну, и плюс мы еще стараемся везти кофе не только в Греймпро, еще в вакуумпаках, но, к сожалению, так как это удорожает кофе, просто не из-за того, что он качественный, то есть, это просто из-за того, что упаковка, дорогая упаковка, в основном мало компаний, у кого есть эти вакууматоры, сами эти пакеты, поэтому это двойная работа, то есть, сначала пакуются в Греймпро в мешки, везется в другую компанию, там в основном это не в этом же городе, а километров 150-200, привозишь туда, они перепаковывают, ты платишь за упаковку, оно возвращается на склад, ты транспорт туда-сюда, потом этот кофе уже ты отправляешь. Во-первых, проблема то, что в контейнере у тебя объем, то есть, да, объем больше, мешков меньше, коробок меньше, это тоже влияет на цену. 60-килограммов вакуумпаках, правила они маленькие, по 20 килограмм. По 30, 30-24, есть разные компании, у которых... Каждый из них там получаются в отдельной коробке, либо по две штуки в коробке. По две, в основном по две, или если вот мы вот от Сасы, когда получали кофе, у него, чемпионский кофе, это да, Агнешки, у него в 5-килограммовых вакуумпаках, то есть, по 5 килограмм, 4 вакпака в одной коробке. Чемпионский кофе у нас завестили. Ну, мы просто на этом кофе выиграл чемпионат мира, выиграла Агнешка в Польше тогда, и Саса тогда продавал этот кофе, купили, думали, что в Украине будет интересно людям такой кофе, но, к сожалению, он будет супер дорогой для нашего рынка, и, может, не смогли оценить, как бы, как, потому что, в принципе, была, это Эфиопия, была Даймонд, по-моему, у него обработка была, да, но этот, на том кофе, как раз, на котором выиграла Агнешка Мир, так что, мы его сработали больше уже у себя, как бы, в кофейнях, ну, в кофейнях сработали, и решили, что больше мы такой кофе не будем снять. что можно с Эфиопией уже завязать, и, в принципе, мы уже начали подходить непосредственно к компании Fast Coffee Vision, уже ты рассказал про ваши склады, и, ну, я считаю, что, в принципе, давайте поговорим о, больше у вас, как поставщике качественного зеленого кофе. Расскажи, коротко, про историю компании, когда она, какой год можно считать основанием, какие идеи, миссии, компании, какую должность ты занимаешь, за что отвечаешь. Могу так сказать, нашей компании три года, но Дима занимается кофе уже, наш Дима с Кукин занимается кофе уже около семи лет, он фанатик своего дела, сложно, вот попав в Эфиопию, я понял, насколько сложно вообще быть хантером, то есть, когда ты приезжаешь в страну, не зная никого, ехать кому-то, договариваться о каком-то зерне, договариваться о каких-то условиях, то есть, Дима фанатик своего дела, и он суперспециалист. что вы в Эфиопии были в облагороженных районах, где с вами два за руку гид водил, говорит, сюда иди, сюда не ходи. У нас не было гидов в этот раз, к сожалению, наверное, но Дима нам все равно все организовал в плане того, что мы приехали, у нас уже были какие-то контакты, просто ребята в Эфиопии, они понимают, как бы, что мы приехали с другой страны, тем более первый раз, они сами нам, то есть, предлагали, давайте мы вас лучше заберем, то есть, там привезем где-то какие-то, то есть, вот эти вот моменты, но Дима в основном же этого всего, когда в Центральной Америке начинал работать, он же это просто... На Эфиопии есть ролики, где Дима Слукин ездит там по каким-то горячим точкам тоже самое в Боливии, в поисках интересного кофе, просто смотришь, ну, у меня, например, волосы дыбу на голове встают, я когда думаю, я бы, наверное, не за что не полез бы туда. Я еще как-то читал не знаю, там, блог Феликса без рук, как они тоже делали попытку, там, найти в Боливии кофе, туда поехали, потом чудом оттуда выбрались. Я читал такое ощущение, что я сейчас достану одеяло, укроюсь вот так вот и буду дальше читать, потому что, ну, реально страшно. Мне просто читать было страшно, я не представляю, что они переживали там. и когда это все осознаешь, вот, эти все риски для жизни, потом труд, про который ты говорил, там, в Центральной Америке, с которым добывается кофейное зерно, и тогда по-другому начинаешь относиться к кофе, уже наравне, где-то как, ну, с хлебом, наверное, что ли, потому что, ну, столько усилий и риска прилагается к этому, что... Согласен. Мы не зря, как бы, работаем, то есть, это такой же продукт, как и, я не знаю, то есть, те же самые помидоры, там, да, как бы, качественные, когда ты хочешь съесть помидор с грядки, а не пойти какой-то там, купить просто пластиковый, вот, и съесть его, да, мы стараемся все-таки, чтобы это все было качественно, чтобы это было отработано, чтобы это повторялось из года в год качество, и все-таки, улучшалось. Хорошее сравнение, можно сказать, что спешлти кофе это помидоры с грядки, а пластиковые помидоры, это, как, не знаю, грейд пятый, грейд пятый, зажаренный до второго крека, который, там, продается под итальянской обжаркой, и... Да. Любой кофе одинаковый на вкус. Очень радует то, что, в принципе, у нас в Украине все-таки рынок в плане питания и в плане кофе хорошего растет, и все больше и больше ребят, те, которые раньше жарили, то есть, неосознанно, просто в коммерческих целях жарили там, например, тоннами этот кофе, да, сейчас они понимают, что нужно больше и качественного кофе, уже надо в ассортимент себе качественный кофе, потом начинают жарить, понимают, что, ага, это очень интересно, это очень прикольно, нужно все-таки коммерцию меньше, стараться больше, качество, и таким образом рынок спешлти в Украине тоже, я считаю, что растет, все больше и больше людей, кофеин, хотят переходить на что-то более лучшее, единственное, локдаун, конечно, подкосил немножко ребятиков, многие, кто находятся в, ну, не Киев, можно сказать, да, какие-то маленькие города, общаясь с ребятами, они все говорят, блин, самое главное в качестве не упасть, потому что у них кассы падают, зарплаты платить надо, есть соблазн, немножко уничтожить, конечно, всегда есть соблазн, есть много кофе, который более низкого качества, да, или дешевле, просто, да, то есть это все сказывается на чем, то есть, та же там Бразилия, например, возьмем, Бразилия тоже есть хорошая, да, но в основном ребятики делают большими объемами просто низкокачественный кофе, чтобы продавать много и продавать весь свой кофе, который они производят, но у нас тоже есть некоторые наработки по Бразилии, там тоже работаем над тем, что возможно тоже будет у нас Бразилия, вот, но опять же по качеству, ну, возможно, это и будет тоже коммерческий кофе, потому что всем нужен он, да, но больше будем стараться, кью кофе, да, кью кофе, да, не коммерция, не биржа, да, потому что очень много биржевого кофе, заезжая к своим же ребятикам, всем клиентам, ты смотришь, то есть там стоит палета собрана из хорошего кофе, там, да, из Альвадора, Гондурас, Эфиопия, все такое, и рядом стоят две палеты какого-то биржевого кофе, ты понимаешь, как бы, что все равно еще вот этот рынок нормального зерна, хорошего еще настолько мал, по сравнению с биржевым кофе, и остались еще многие ребята, которые не понимают, что такое вообще качественный кофе, они просто открывают там, например, сети какие-то, с точки зрения коммерческой, да, и просто зарабатывают на зерне, и никто не думает о том, чтобы своему клиенту дать качественное зерно, вкусный кофе, и объяснить, что кофе не скис, а кислинка, это нормальная история. На каком кофе хотелось бы перевести людей, и какой вот самый удивительный в Эфиопии был, например? Ну, в Эфиопии награнный, я же говорю, кофе, то есть ты можешь взять кому что больше нравится, и я считаю, что кофе должен быть с балансированным, то есть, да, это должен быть и сладость, и кислотность, и горечь, все должно быть в балансе, если ты находишь такое кофе, значит это уже круто, то есть, да, он должен быть чайным, цветочным, то есть, да, чтобы тебе хотелось его пить как чай, вот тогда я считаю, что это качественный кофе, это круто. Эфиопии пьют с сахаром? Да, они пьют с сахаром, ну, не все, не все, но я видел в кофейне, ребята всем приносят сахар, они там добавляют, мы пробовали без сахара, вот, ну, с молоком было, ну, не буду говорить кофейне, как можно с какой кофейней сравнить, но, но есть у нас кофейни, которые вот примерно на такую кофе варят, вот, так что, вот, какой кофе стоит попробовать людям, чтобы понять, что здесь другой? Какой кофе бы я посоветовал? как он же попробовал, который тут верил, да. У каждого вкусовые, приспособленные, вкусовые дескрипторы, настолько разные. Мы же как-то, не знаю, в каком-то из наших роликов, или, какой, а, в статье нашей, как выбрать кофе для дома, да, это же ты списал, и писал, с какого кофе стоит начать, так вот, как раз там и было, кофе с эфиопией, мытой обработки, вот, это, наверное, та ступенька, с которой, ну, через которую можно познакомиться с хорошим, качественным кофе. Да, я, например, тоже там, эфиопия, эфиопия, то есть, однозначно, и натуральная обработка, она будет просто более плотная, уже не такая понятная, как бы, но, есть странные, такие, как Никарагуа, Гондурас, это те две страны, в которых очень такой стандартный профиль, да, шоколад, орехи, есть цитрусовая кислотность, но она не сильно выражена, это уже более в спешлти кофе, да, там уже разные трансформируются вкусы, но, в основном, эспрессо, или там, какой-то такой, базовый фильтр, базовый фильтр, это, наверное, Сальвадор, то есть, да, там, можно рассматривать, если эспрессо, то это Гондурас, Никарагуа, это будет четкий, понятный кофе, он с молоком будет вкусный, и такой будет вкусный, Гватемалу, который, мы поражаемся постоянно, почему Гватемала не так востребована у нас в Украине, недооцененная, да, да, очень недооцененный кофе, кстати, тоже, когда, вот, это был первый кофе, который мы у вас купили, на обжарку, и мы просто, недоумение, почему, ну, этот очень интересный, и очень ягодный кофе, мне разные обжарщики, про него говорили, говорят, попробуй, ты просто за это, за эти деньги, никакой кофе не даст тебе такую, потенциала, да, 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 ну, то есть, есть недооцененные страны, многие, там, гондурасы, это вечно сравнивают, не ту страну назвали гондурасом, то есть, но это все настолько стереотипно, то есть, побывав там, вот у нас тоже, в том году наши клиенты ездили, там, да, которые еще не были ни разу в Центральной Америке, для них открылось это все с другой стороны, и сейчас они с воодушевлением работают с тем кофе, который они выбрали у тех же фермеров, потому что они вы видели, где этот кофе рос, как ребята заморачиваются, то есть, да, что, как они живут, как у них там те же самые пикеры живут. Скажи о гондурасе, я просто слышал от знакомого человека, который побывал тоже в Центральной Америке, с визитом на разные фермы, и он рассказывал про гондурас, что у них последние годы открываются кофейные школы, у нас есть там школы с углублением, изучением английского языка, либо там еще там, какой-то физико-математическим направлением, а там прям вот школы, где детей с детства уже начинают, там, привычать к пониманию кофе, чтобы потом эти же там школьники вставали кьюгрейдерами и так повышать культуру и уровень гондураса на кофейном мире. Ну, именно про школы такие прям какие-то кофейные я не слышал, но я знаю, что работают все фермеры, своих детей обучают изначально, чтобы понимали, чем дальше их дети будут заниматься, то есть, да, единственное, что вот работая с нашими фермерами, и с нашими кооперативами в Центральной Америке, мы видим, что они инвестируют деньги в детей, то есть, например, Маурицио построил футбольное поле, там, да, для ребят, чтобы они могли в футбол играть, потому что в основном все бегают просто по каким-то склонам непонятным, ни мячей, ничего нету, Маурицио построил, там, например, стадион, потом, Арука, это кооператив большой, они сделали школу для детей, то есть, там, всех фермеров, которые с ними работают, дети на платной основе, но они туда, там, небольшие взносы какие-то, это самое главное, просто на поддержание самой школы, и дети учатся там, учатся английскому языку, потому что в основном проблема в Центральной Америке, все разговаривают в основном на испанском языке, то есть, они не знают английского, да, там, и для них есть некая проблема, то есть, они когда приезжают в Европу, они на испанском вроде разговаривают, но многие все-таки на английском, все-таки еще разговаривают, поэтому ребята, вот этот вот порог стараются преодолеть, чтобы их дети уже разговаривали, на английском языке и на испанском, чтобы они могли видеть не только Гондурас, а еще и другие страны. И они постоянно путешествуют, стараются тоже ездить на всякие выставки, развиваться. Если смотреть на 3-4 года последние, как Арука развивается. То есть в Никарагуа тот же Дон Луис, Дон Байрон. Ты смотришь, как они все потихоньку строят, строят, они постоянно инвестируют. Если отбросить всю цепочку событий, то можно сказать, что покупая в Украине чашечку спешлоти кофе, эспрессо тот же самый, в Украине у нас, мы помогаем детям в Гондурасе, либо там в другой стране, в учебе. Можно и так сказать, но опять же, знаете, тот момент такой, это изначально была такая как бы идея наша, да, донести как бы, как другие страны живут, но по сути-то нам всегда надо смотреть, как мы живем, чтобы мы развивались, да, и понятное дело, что хочется вроде со спешлоти работать. Многие обжарщики, когда начинают свою деятельность, все говорят, не, мы только спешлоти, вообще никогда не будем брать коммерческий кофе, у меня крутой ростер, Гизен, я все буду вообще рвать и метать. Вот, но потом, к сожалению, начинают задумываться о том, что для того, чтобы именно набрать объемы, им нужно продавать там больше эспрессо, ну и начинают падать уже в качестве, как бы. И есть компании, которые покупают ростеры, думая, что так как маржа в кофе очень большая, тысяча процентов. Вообще миллион просто процентов, но идут в это неосознанно, у них нет объема, они покупают ростер, берут, делают производство, а потом не знают, кому продать, и начинают демпинговать. И тех же самых обжарщиков, которые уже на рынке годами, которые имеют большие склады, там аренды, количество людей, которые работают в этих компаниях, то есть амортизация оборудования, да, они начинают типа демпинговать и убивать, ну не то, что убивать, но заходить на рынок уже с более низкой ценой, с примерно таким же кофе. И из-за этого у нас вот такие вот колебания очень серьезные идут. Ну, когда-то должно это, я думаю, прекратиться, потому что в любом случае есть отношения какие-то, да, с годами, которые связаны. Не всегда какая-то кофемолка в кофейне или там эспрессо-машина тебе сыграет роль, чтобы начать работать с каким-то обжарщиком. То есть у тебя есть какие-то уже договоренности, какие-то годовые там, не знаю, дела там, да, ребята помогали когда-то в качестве, помогали там бариста настроить машины. Ну и возможно это все закончится. И количество обжарщиков, оно растет в Украине, но нам нужно смотреть как бы в корень. Нам надо смотреть не столько, сколько там, например, зеленки завезли в Украину, а сколько завезли обжаренного зерна. То есть когда мы будем понимать, что вот обжаренное зерно снизилось в количестве, и, например, зеленое зерно, которое заезжает с Европы, я не знаю, или пускают, ну как мы напрямую везем, да, когда это количество перевалит, тогда мы будем понимать, что мы красавчики, мы в Украине победили. Вот это итальянский кофе. Какая сейчас ситуация вообще-то? Есть какие-то цифры? Кристина недавно приводила, там, я не помню в цифрах, но в количестве зеленки, то есть почти в четыре раза меньше привозится, чем у жареного зерна сюда заезжает. И плюс еще есть компании, в основном они сконцентрированы, я так понимаю, где-то на западе Украины, которые жарят тот же самую пачку лавацу. Недавно там уже накрывали, опять же, очередную какую-то компанию, да, в гараже. Вот, еще вот таких вот ребятиков, если бы еще победить, чтобы все работали адекватно, в белую, да. По поводу качества кофе, вот, был момент в истории, когда качество сильно снизилось, и сейчас вроде как тоже возможность такая есть, что, возможно, там, хороший кофе будет снижаться, возможно, не факт. Как поддержание этого уровня качества, вот, как вы его поддерживаете за счет того, что закупаете хороший кофе, за счет того, что его пил? Ну, это, опять же, отношения с клиентами, и те люди, которые хотят, например, продавать хороший кофе и пить хороший кофе в кофейнях, давать своим гостям вкусную чашку, они никогда не упадут так в качестве. Сейчас биржа, во-первых, диктует, всегда биржа диктовала цену, в этом году биржа скакнула, в связи с короной, не с короной, тут непонятно, но последние, там, в районе 10 лет, да, там, постоянно падала цена на кофе, но уже, там, несколько лет, как эта цена ниже себестоимости, то есть, да, уже затраченных денег. Фермерам нужно брать кредиты для того, чтобы, там, обработать другие части своих ферм и продать, постараться напрямую компаниям хоть какой-то хороший кофе, чтобы заработать и выйти из долгов, то есть. То есть, они помогают продажи хорошим кофе? Однозначно, то есть, мы в этом году выполнили все свои контракты, мы не отказались ни от одного контейнера кофе в Центральной Америке, мы забрали все, а многие компании поотказывались от контрактов, и для фермеров это, как бы, очень большая проблема. Возможно ли такое, что, вот, перестанут в какое-то время покупать кофе, фермер просто закроются и, там, добро плачивать? В Коста-Рике многие бросают фермы свои из-за того, что у них, там, налогообложения, там, да, всякие, то есть, им неинтересно обрабатывать урожай один раз, а тебе нужно каждый целый год вливать деньги. Ему легче, например, на этой земле вырастить какую-то другую культуру, которая обернется несколько раз, и все. Ну и плюс, конечно, есть, опять же, Штаты, которые тоже диктуют, например, в Коста-Рике цена высокая. Почему? Потому что там же американцы пасутся, кофе много на Америку продают. И там цена, в принципе, нормальная, там, коммерческого кофе, там, 2,2 доллара за либру, ну, типа, окей. И, кстати, все время хочу спросить за Коста-Рику, у вас вроде как в ассортименте нет в Коста-Рике? Была Коста-Рика, и мы каждый год с ними общаемся, но из-за того, что цена высокая была очень, мы не везли и в том году, и в прошлом. Но в этом году мы хотим привезти, в любом случае, какой-то, возможно, несколько контейнеров привезем. Сейчас Дима как раз вот был в Коста-Рике, там общался. В марте он планирует, получается, туда еще раз попасть, потому что сейчас все очень свежее. Только урожай буквально начался собираться, там, все такое. Дима в марте туда планирует еще раз на каппинге, и, возможно, будем что-то тоже везти оттуда. Коста-Рика интересная страна, она просто очень дорогая, как для коммерческого кофе, там, в районе 5 долларов, такая закупка. Мы, когда приобрелись в маленький ростер и начинали жарить кофе, то вашу компанию изначально не рассматривали как партнера, потому что думали, что, ну, вы, скорее всего, там, для избранных обжарщиков, там, какие-то specialty уровни, и боялись даже звонить, потому что, там, вот нас, покупайте либо там минимум 20 мешков, либо не звоните сюда. Но потом, после знакомства с тобой, в корне поменялось мнение, потому что, оказывается, у вас можно купить и просто мешок кофе, да и, в принципе, менеджер, ну, в частности, ты не брезуешь даже заехать в гости к нашим, ну, к маленьким обжарщикам, пообщаться, узнать, как дела, просто позвонить, спросить, может, вам кофе, может, у нас там машина будет в вашем районе, вам нужна, там, не знаю, бесплатная доставка, что ты можешь сказать тем обжарщикам, ну, которые купили ростер и начинают жарить? Может, какие-то есть программы у вас, там, не знаю, нелояльность, сотрудничество с новыми партнерами? Мы всегда открыты, то есть, все, что мы можем там от себя предоставить в плане работы, это и поддержка сэмплов, то есть, у нас сэмплы мы предоставляем бесплатно, да, там, то есть, мы за это деньги не берем, это наш расходный материал, то есть, мы можем предоставить нашу локацию, как для капингов, если у кого-то нету какого-то оборудования, мы для этого в Киеве тоже открылись, то есть, во Львове работает один хаб, то есть, со всем тем же самым оборудованием, то есть, у нас обжарщики, те, кто хотят приехать, например, на сэмплере пожариться, ну, то есть, мы всегда открыты, приезжайте, ничего такого нету. В Киеве мы открыли такую же самую локацию, просто чуть поменьше, там, у нас во Львове есть возможность просто размахнуться немножко-то тут, в Киеве мы чуть поскромнее, то есть, но оборудование здесь все есть. То есть, по сути, выбрав какие-то позиции из вашего ассортимента, можно заранее там предупредить, что есть желание прокапить эти кофейки, вы на своем ростере, на который мы тоже, надеюсь, снимем обзорчик, подготовите сэмплы, можно подъехать, выбрать, заказать. Да, да, без проблем, вообще, то есть, есть люди, кто, например, любит больше самостоятельно капить, так как у него какой-то свой подход, да, к капингу, то есть, не проблема, да, то есть, отправить, отправим, то есть, хотите приехать к нам, только рады будем, как раз капля, капля с клиентом, да, в любом случае, это лучше, потому что ты калибруешься, ты понимаешь, как бы, что тебе нужно, и когда, например, в дальнейшем какой-то кофе едет, или там еще что-то, я уже понимаю, что мне нужно будет, ну, предоставить там этот сэмпл этому человеку, и, возможно, он его выберет, потому что мы уже примерно понимаем по вкусовым, там, да, дескрипторам. Есть и стартимент здесь есть? Да, здесь все есть, и во Львове так же самое, все продублировано, кофе у нас весь в Борисполе, он в Киеве, ну, то есть, в Киевской области. Отправки по Киеву мы стараемся раз в неделю, то и два раза в неделю иногда делать доставки. Да, от мешка мы не продаем, то есть, от килограмма, это только, возможно, если, например, какой-то первый батч, кто-то хочет пожарить, в сэмпле выбрал, но, например, не понимает, как это будет в эспрессо, да, и хочет попробовать пожарить там один батч, конечно, мы это сделаем, то есть, предоставим, но все-таки мы считаем, что лучше отгрузка все-таки мешком, так как он не распаковывается, он в Гринпро, он приехал, вы его открыли, закрыли, и он у вас сохраняется нормально, потому что дополнительная фасовка это дополнительно деньги, как бы, поэтому мы считаем, что лучше сделать мешком отгрузку, мы можем помочь там в плане даже оплаты, то есть, да, там, со всеми можем договориться всегда, там, какой-то минимальной отсрочки платежа, мы тоже понимаем, что надо пожарить кофе, реализовать и там деньги, там, да, да, но, а, еще делаем брони, то есть брони у нас бесплатные. На какой срок? Да, вплоть до года, все в зависимости от, как бы, от человека, то есть, если человек понимает свой объем, он просто говорит, мне нужно, там, мешок, там, в месяц, если, там, мы понимаем, что мешок в месяц или два месяца, там, идет, то такой-то бронь поддерживается, да, бронь поддерживается, там, видим, что, например, там, забронировали 50 мешков, а выбирается очень мало, да, то я просто переспрашиваю, бронь актуальна, нет, потому что бывает такое, что лот пока не закончился, то есть, я его еще продаю, потом, когда он закончится и мешки лежат, потом сложнее его включить обратно в прайс, потому что люди забывают уже про этот кофе, просто мы позиций много везем, стараемся все-таки не объединять лоты, все-таки везти больше и с маленьким количеством, для того, чтобы у каждого была возможность, там, быть индивидуальным, да, так, как, например, первый год показал, мы привезли кучу маленьких лотов, все говорили, ой, блин, у вас один мешок, типа, был, все закончился, а что, там, побери, или, там, пять мешков было, закончились, вот, чем вы, там, везете такое маленькое количество, мы на следующий год поменяли, как бы, свою концепцию в этом плане, и мы отбирали кофе уже минимально пять мешков в лоте, должно было быть, привезли, другая история, блин, я, вот, планировал, там, 3-4-5 мешков, 4 мешка, а у вас там 15 его, это же он будет еще у кого-то, ну, и, то есть, вот такие вот приколы, поэтому мы стараемся, если рассматривать все позиции, то есть, и 3, и 5, и 8 мешков, то есть, и у нас нет такого, что если это микролот, то там цена сразу, ну, типа, космос, мы актуально делаем цену, и, ну, максимально стараемся поддерживать качество, и, ну, то есть, не завышать цены на, там, на той или и тот или иной кофе, потому что иногда бывает, кто-то говорит, ой, у вас, типа, коммерческий кофе, он ничем не отличается, чем specialty, ну, тут, как бы, можно поспорить, тут уже надо разбираться на более таким высоком уровне, в плане, там, чистоты чашки, там, вкусовых дескрипторов и все. Тут вопрос уже больше к тому, что у вас даже коммерческий кофе настолько хорошо выбран и сохранен, что, ну, он может поэтому и... Ну, да, у нас бывает такое, что некоторые тоже, мои клиенты, там, говорят, мы иногда, там, не выбирали какой-то у вас кофе, мы заходим на прайс, типа, смотрим, у вас там позиции в specialty specialty, то есть коммерческого кофе всегда меньше везется по лотам, но там количество больше, да, и люди теряются. Но это где-то, возможно, наша недоработка в плане, ну, то есть мы тоже работаем над тем, что мы хотим сайт обновить, чтобы по-другому сделать информационно, так как все-таки все всегда видят большую цифру, то есть, да, не меньшую, а большую, и звонят, говорят, здрасте, у вас же только specialty кофе, я говорю, там, ну, как бы, нет, не только specialty, вот, и бывает такое, что, ой, я пробовал Гондурас, Гондурас мне не надо, ну, то есть Гондурас, это не название кофе, А ты уже спрашиваешь, ты про какой Гондурас говоришь? Да, да, то есть, Гондурас, это не название кофе, а Гондурас, это название страны кофе, может быть, многогранный, разные регионы, разные производители, методы обработки, методы качества, то есть, это, ну, нужно пробовать всегда. Такая же ситуация была тоже с нами, мы поначалу точно так же, ну, даже не звонили вам, потому что думали, что у вас только дорогой кофе, только там, вот, 10 мешков, и иначе даже не звони, поэтому какое-то время даже не набирали, но потом, когда ты, не помню, то ли мы тебя набрали, то ли ты сам на нас вышел, и познакомившись, пообщавшись, мы поняли, что все намного проще, и кофе есть разный, на любой ценник, и под любые объемы можно договориться, и забронировать, и, ну, в принципе, как бы довольны сотрудничеством, и сейчас скажу, что 95% нашего ассортимента, как бы, сейчас построено на, ну, из вашего зерна, которое вы привозите, и я надеюсь, что, ну, так и дальше будет, когда-то мы дорастем, когда будем тоже у вас там, говорит, Леша, нам вот этот лот полностью под нас забронирует, хотя, хотя, вот, там, сейчас достаточки заливаем, уже, да, уже такая есть штука, уже бронируете, уже, то есть, это шаг, просто, многие не могут перешагнуть, многие не понимают, там, а надо это, а не надо это, то есть, это классно, когда у тебя есть стабильный кофе, там, забронированный, то, что бывает такое, что распробовали, обращаются, уже нету, например, этого лота, и очень сложно потом переключить на другой, потому что уже какие-то стереотипы по тому кофе, там, есть, да, и уже переключиться на другой сложно, но, опять же, тут надо выбирать всегда по вкусу, ну, мое мнение, не всегда, конечно. Ты очень часто ездишь по Украине, вот, там, Днепр, Харьков, Киев, Львов, вот, мотаешься, тебя очень сложно иногда поймать, когда появился этот кофейный хаб в Киеве, он тебя разгрузит, все-таки, ты здесь больше времени, или ты, по-прежнему, по старинке, вот, там, привет, я к вам в гости? Не, я в любом случае считаю, что нужно общаться с Киевом, и ездить, и с глазу на глаз общаться в Киев, больше приедут людей, но не всегда, как бы, иногда бывает такое, что даже на производстве можем поговорить не только о кофе, то есть, да, там, где-то что-то, там, что-то про ростер, что-то, там, про обжарку, что-то еще что-то, ну, подсказать, рассказать, вы там что-то расскажете интересного, я могу тоже, там, рассказать, то, что общаюсь тоже с многими людьми. Хаб разгрузит однозначно, во-первых, у нас будет второе место, где будут жариться сэмплы, и еще, я, слава богу, перестану возить весь ста в машине, потому что... Точно машину разгрузит? Да, машину точно разгрузил, вот так, амортизаторы поменял, теперь будет все нормально. Теперь пиво под Новый год, будете говорить, ребята, приезжайте в хаб, там, подарок ваш, Клабе, можете приезжать забрать. Да, 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 ну, и плюс мы тоже потихонечку стараемся расти, то есть Сережа будет заниматься теперь тоже продажами, потому что не всем успеваю уделять время. Прием стоит больше и просто. Тут даже не тот момент, может, больше, не больше, все-таки, я так понимаю, многие еще с нами не работают в связи с тем, что бывает такое, что там пишешь, да, там, пытаешься познакомиться, а у тебя в основном сразу, а у вас цена там ниже, чем у кого-то, то есть, ну, как бы, на что ниже, да, там. Есть еще обжарщики, ну, я так понимаю, они и будут, для которых важна цена, то есть. Однозначно. Ну, многие начали. У меня был случай, когда я хотел купить там зеленый кофе, ну, не у вас, там, тоже распробовал, как ты говоришь, и когда я захотел заказать, он закончился, я такой, ой, и что же делать, мы же хотели этот кофе, он говорит, ну, возьмите вот этот, он в такую же цену, так говорю, блин, ну, цену-то в одну же, ну, его надо пробовать, ну, это же может быть совсем другой вариант кофе. Тут надо предлагать не по цене, надо предлагать по вкусу, то есть, ну, если он закончился, то тебе нужно что-то постараться заменить. Пока есть подход, где на первом месте цена, и там несколько центров играет роль, то для тебя или не Сергея будет еще работы, ну, как бы, с такими клиентами очень много. Сложно зайти, на самом деле, там дальше уже легче. Я скажу по нашей компании, мы когда перестали бояться, там, лишнего доллара на закупке зеленого зерна, в принципе, отбросили этот фактор и больше сконцентрировались на потенциале и на качестве, у нас продажи выросли в разы, правда, Сергей? У нас, ну, как-то, вот намного просто, настолько прокачало, если раньше мы там пытались заходить из коммерции, думали, что, ну, клиент, то есть, считали деньги нашего клиента, думали за него, а вот готов ли он заплатить за пачку, там, больше 120 гривен, там, ну, вот, а когда мы осмелели, и, ну, с опытом уже как-то прошло какое-то время, и начали, там, вводить позиции, там, уже, там, 170, 200, 220 гривен, хотя это тоже не самые дорогие варианты, но продажи только выросли. Если, например, человек хочет участвовать в каких-то чемпионатах, там, опять же, такие про чемпионский кофе, и ему нужно какое-то уникальное зерно, там, редкостное, он может обратиться к вам, к компании, которая может ему привезти этот кофе? Да, мы такое тоже делаем, вот, иногда бывает, обращаются, то есть, уже не в то время, когда надо было бы обращаться, потому что уже, там, например, собран урожай, уже кофе уже выбран, в основном весь спешл тебе хороший уже куда-то уехал, или, там, выбирают из рабочей коллекции, то есть, из рабочего, что-то там, да, из рабочки нашей. В основном это какие-то анаэробные, то есть, ферментации, да, там, мы не работаем с гейшами какими-то, но сейчас будем рассматривать все больше и больше себе в ассортимент водить, пускай мы привезем, там, одну, две, пять коробок такого дорогого кофе, но это, в основном, будет как раз под вот, вот, то, что вы говорите, под чемпионаты. Леша, вот, в этот раз ездил, и, там, как раз он же готовится на чемпионат мира, и он, там, выбирал себе в Эфиопии пару лотов он, там, взял на пробу, вот, я думаю, что что-то выберет себе. То есть, всегда хочется чего-то уникального, да, но, опять же, нужно, нужно понимать, что человек хочет. Для кого-то чемпионский кофе – это чистая чашка, а для кого-то это, например, супер какой-то крутой вкус, там, да, должен быть максимально, то есть, ну, не имеет значения, там, чистота и все остальное. Находили какой-то уникальный кофе, какой-то, вот, среди вот таких лотов, которые, там, не решались купить, но, вот, вкус удивил. Что такое чемпионский кофе, насколько, там, отличается? Ну, мы капили, там, ребята были, когда в Панаме, то есть, да, там, гейшу капили, там, за две тысячи долларов, килограмм, там, за три тысячи долларов, то есть, не было такого прям вау-эффекта по сравнению, например, да, ну, то есть, мы можем тот же самый, там, Гондураса, анаэробный, или, там, тот же самый, там, Никарагуа в этом году стрельнул, Гватемала была классная, тоже, там, анаэробная, но за другие деньги, когда ты просто понимаешь, там, три тысячи долларов и вот такой вкус, и тут, как бы, 15 баксов, и уже в Украине, и вот такой вкус, то ты понимаешь, что это прям, ну, вот так. Дима, вот, сделал в Гондурасе 10 разных видов анаэробной ферментации мытого кофе, то есть, и, там, одна или две постферментации, то был результат интересный. Говорил, что мы что-то в этом году получим, то есть, уже они сделают нам такие лоты, и мы здесь, в Украине, их получим. Может быть, из каких-то других примеров? Есть, ну, там, в основном, ну, Дима, там, один лот был супер виноград, то есть, виноград темный, прям, говорит, ты пьешь, и просто, как будто сок виноградный, да, в одном лоте были тропики, там, ананасы, там, манго, вот, и много еще каких-то таких дескрипторов, которые нужно, ну, кофан сильно свежий, и непонятно, как они трансформируются, потому что сейчас это одно, через, там, пару месяцев это может быть совсем другое, то есть, кофе нужно немножко времени, поэтому они капили очень свежий кофе, сказал, что интересно. Кислотность средняя, нету фанки щит, вот этот, который просто, там, кислота прям переваливает, вот, но кислотный кофе тоже может быть, и бывает такое, что, вот, пробовали как-то анаэробный кофе, ну, не как-то, разные пробовали анаэробный, наши в эспрессо, ребята жарят, иногда бывает, прям, в каппинге это супер кислотный кофе с каким-то, там, реально, чуть ли не борщ какой-то, вот, а в эспрессо это супер вкусно, тропики и кофе в масле, ну, то есть, он маслянистый, то есть, да, там, но это не является каким-то дефектом, супер. Нам тоже очень приятно, что тот же самый, там, Андердог, да, там, купили неоднократно, то есть, тоже уже Гондурас, им очень понравилась Финка. Сейчас, вот, у вас в Никарагуа находится, я так понимаю, постоянно Дима Слуткин. Находился. Находился, да, находился. Очень важная поправочка. Сейчас Никарагуа под санкциями в Украине, и скажи, как это отразилось на компании, чего дальше ждать, то есть, какие у вас изменения будут в работе и в ассортименте? В этом году не будет кофе из Никарагуа, к сожалению, много было наработок сделано, конечно, жалко. А вот среди обжарщиков, которые у вас покупали, прослеживается сейчас такой всплеск закупок и брони кофе из Никарагуа? Ну, частично есть, но в основном это связано с тем, что просто мы уже вот должны были сейчас, у нас должны были выезжать уже там несколько контейнеров коммерческого кофе, но нам остановили оплаты, так как сказали, что невозможно уже, типа, вводить деньги в Никарагуа, так же сам и обратно. У нас там хаб в Никарагуа остался и тадестерия, то есть, которые Дима нарабатывал, ну, там, несколько лет их, и сейчас они начали, как бы, приносить Диме удовольствие и плоды, да, и мы вынуждены спрощаться, как бы, с этими хабами. Я не знаю, как сейчас там они еще поступят, там решается этот вопрос, но точно, что украинского бизнеса в Никарагуа не будет, и кофе из Никарагуа не может заехать под сертификатом Origin, как страна происхождения Никарагуа. То есть, какие-то махинации проводить через, завозить через другие страны, имеется в виду кофейные страны, нецелесообразно, так как цена будет уже неадекватная, нет смысла. В какую страну сейчас переместится ваш хаб? Это интересный вопрос. Дима сейчас рассматривает несколько странно, пока это, ну, мы планировали Сальвадор как бы следующим, вот, Сальвадор так и остался, и он, Дима, был сейчас в Коста-Рике тоже одним из его планов, как бы был это проезд как раз и понимание вообще, что там творится, то есть, Коста-Рика возможно. Потому что, ну, ребята, ну, то есть, мы же, как бы компания Фест, на, Фест за то, чтобы были ТДС-3 и в других странах, в Центральной Америке, в Центральной и Южной Америке, чтобы Дима этот момент развивал, а? Потому что ТДС-3, это, ну, Коста-Рика, это, ну, Коста-Рика. Образно, кофейня-ресторан, да, с завтраками, с обедами, там, вкусными, разными. У нас там очень классный шеф-пола работает, Настя, девочка, Ваня Шишкин, это его ученица, девочка очень талантливая, там, такие штуки делают всякие классные. Ну, то есть, для, для их менталитета, то есть, да, вначале было сложно это все понять, но американцы, которые приезжали, там, или европейцы, которые в Сан-Хуан, они оценили, потому что, ну, то есть, это единственное место, где они могли прийти классно позавтракать, там, с каким-то сэндвичем, там, с тем же самым авокадо-тостом, то есть, да, которые, там, делали супер вкусно. То есть, Fast Coffee Mission, компания, которая влияет не только на украинский рынок кофе, но и, в принципе, на какой-то рынок питания и кофе, даже, ну, непосредственно в странах, где производится этот кофе. Да, потому что, ну, кошмар, там у них с кофе прям проблема. Как у нас в Украине с обжарками, и кто какой кофе берет? То есть, где самые популярные, какие они такие точки на карте у нас? Ну, Киев однозначно, я считаю, что на первом месте. У нас очень много кто жарит, кто, даже кофейни могут себе позволить сейчас, то есть, в других городах менее это развито, то есть, на аутсорсе где-то жарится, приходить самому жариться на каком-то ростере, то есть, они пытаются развиваться, да, там. Потом, я считаю, что это Днепр. Днепр, возможно, даже с Харьковом где-то делит, потому что в Харькове тоже много и обжарок, и кофеин. Но Днепр последний год, наверное, поразил количеством именно открытий кофеин, ресторанов, которые там супер топовые. Подкрепились своими обжарками. Да, да, и они востребованы, то есть, да, там, в Днепре. Притом, что я из Днепра, да, ну, уехал оттуда, но все равно, когда приезжаю, я езжу. Приятно, да? Да, приятно смотреть, как бы, что... Скорее, мы достигли уже пика, вот, растереть, открытие, или все-таки еще есть куда открываться? Я считаю, что еще нет, еще много работы. Во-первых, масс-маркет, то есть, у нас люди еще не все понимают, что нужно пить нормальный кофе, и не надо итальянскую обжарку покупать, а можно покупать украинских обжарщиков, развивать наш рынок, то есть, а не рынок итальян, ну, там, не деньги в Италию отправлять, а оставлять их в Украине все-таки, да, чтобы развивались наши украинские обжарщики, и потребление росло, то есть, в этом плане надо отдать, в общем, там, я не знаю, должное сельпо, то есть, это те ребятики, которые приносят, как бы, в массы, да, там, могут привнести кофе, нормальные, хорошие обжарки, два месяца, там, они больше кофе не держат на полках, ну, по крайней мере, стараются максимально следить за этим, и все больше и больше они набирают обороты, они открываются все больше магазинов, и все такое, пока еще другие, например, супермаркеты, они используют кофе, как бы, других компаний коммерческих, вот, но сами не жарят, и сами не уходят, ну, то есть, не имеет значения качество, сельпо в этом плане опережает очень серьезно, да, они не только в кофе, они во всех продуктах, у них есть капперы оливкового масла, то есть, там, да, они сами ездят, выбирают оливковое масло, там, да, например, мы, как же, да, да, вино, они там с алкогольным заморачиваются, там, серьезно, плюс у них работают очень классные ребятики, в плане ресторанов, то есть, у них рестораторы очень крутые работают, у них бары есть свои. То есть, внимание деталям, гастрономируют, прокачиваются? Максимально, они, там, с шоколадом, с тем, с тем, то есть, они везде стараются, как бы, развиваться, ну, то есть, не покупая просто продукты, там, какие-то, да, которые завозят, и всех, там, на штрафах себе зарабатывать бонусы, и за полки деньги собирать, то есть, для них, в любом случае, конечно, полка, это важно, но они еще и потихоньку внедряют властные, типа, производства, да, там, например, у них можно покупать спокойно горошек, там, какие-то вот эти все штуки, потому что они пакуются в хороших, очень, заводах, то есть, никто не знает, там, на каких заводах, почему-то, но я, когда общался с ребятами, то они говорят, что в основном они пакуются на, там, топовых заводах. Ты говоришь о private label, да? Да, да, это вот, это вот, их властные, там, как-то, я не помню, как она. Ну, свои, свои торговые марки, которые... Да, своя торговая марка, которые они развивают, те же колбасы, там, или еще что-то, они всегда стараются делать на топовых заводах, вот, поэтому, вот, когда, возможно, придут еще к этому и другие супермаркеты, когда АТБ начнет, то есть, там, они молодцы, сейчас купили классные тачки, суперавтоматы, франки, да, там, купили дорогие, но кофе, к сожалению, там, такое себе посредственное, те же самые киевские новусы, там, что-то пасут задних, хотя, ну, на кофе, я думаю, можно зарабатывать, особенно для таких ребятиков, когда у них супермаркеты, и не поставить какую-то суперавтомат, и, там, вольнуть какой-то хороший кофе. Люди в Киеве много кофе пьют, ну, и не только в Киеве, то есть, развивается рынок кофейный стремительно, просто тут момент, главное, не обжарщиком между собой воевать, а, наоборот, больше стараться работать с людьми именно, когда будут у всех нормальные отношения, там, с теми же самыми потребителями, да, и все поймут, что надо пить свежий кофе, что там, вот, по завариванию уже все понимают, как бы много на ютюбе там ролика, вот, сейчас вы сделали по поводу обжарок, я думаю, что это будет очень интересно людям, потому что никто не понимает, что такое жарить кофе, все думают, что это просто взяли, скинули в какую-то машину обжарочную, оно пожарилось, выгрузилось, и все, так же самое, как и с зеленкой, то есть, с зеленкой тоже, к сожалению, мало кто понимает, что такое качественная зеленка, и почему нельзя, например, покупать низкокачественный кофе, там, с грибком, там, со всеми историями, и жарить его потом в том же обжарочной машине, и выгружать просто по цвету, то есть, есть такие тоже обжарочные. В целом, что хочется сказать людям, какой кофе, допустим, если они любят вино какое-то, какой кофе будет, невеже возможно, какой стоит попробовать фильм? Это спешлти, ну, то есть, однозначно, у меня есть один из клиентов, который сравнивает, например, анаэробную ферментацию, это с каким-то дорогим вином, или там, с каким-то виски, да, например, который там... Да, да, то есть, есть вино, которое ты пьешь посредственно каждый день, а есть вино, которое там стоит других денег, и не всегда ты можешь себе позволить его выпить, да, там, или тот же самый ром, или виски, да, когда ты его пьешь, и тебе не нужно его глушить стаканами, тебе нужно его выпить немножко, просто получить удовольствие, получить другие вкусовые какие-то качества, ну, дескрипторы, да, там, для себя понять, что кофе тоже многогранен, ну, кофе больше, чем в вине дескрипторов, поэтому для себя просто понять, что, что ты интересно вот выпил, там, тебе ведь что там, манго, или там, тот же самое, апельсинчик, или там, яблочко, что ты, что ты выпил, вот, вот тогда это будет прикольно, а когда ты пьешь только шоколад, орехи и больше ничего, мне нравится, когда звонят, здравствуйте, мне нужен кофе, ну, там, по вкусовым дескрипторам шоколад, орехи, ну, то есть, маза-пака, ну, то есть, это стандарт вообще просто зерна, ну, как бы кофе, да, то есть, везде ты всегда почувствуешь шоколад, орехи, то есть, когда уже что-то другое, тогда это уже прикольно, так что, всем, всем вкусного кофе. Ребятики, приходите к нам в лабораторию, мы находимся в Киеве, тоже уже, на Малой Житомирской, можете прийти и попробовать всегда спешлти кофе, вот, и, если что, мы расскажем, где можно купить, у какого обжарщика, посоветуем вам всегда, и прийти там тоже купить кофе, и мы вместе будем пить всегда вкусный кофе. И главное, помните, что кофе бывает разный, смотрите будни обжарщиков, обращайтесь к Fest Coffee Mission, ребята выбрали, а ладно, все. Да, только, знаешь, типа на рекламе, реклама, я думаю, наоборот, потому что не делай. Да, ребята, выбрали, зря. Да. Да.